друзья всех приветствую понедельник 14 октября двадцать четвертого года время уже позднее хотя и детское ровно 9 часов вечера когда-то вспомнилось еще детьми были и вот было в девять часов вечера домой детское время и тогда еще передача была насколько я помню госяку сказки нужно такой вечер в девять часов вечер вспомнилось сегодня вот думал записывать точнее думал наверное не записывать видео потом думаю но запишу есть пока возможность вот допиваю раз очередную бокал гиннеса но вкусное пиво сказал алкаш хорошо одна одна банка за вечер так но завтра утром вставать на работу точнее работа это не такая работа что типа от звонка до звонка то что называется эта работа которая вот у меня мои знакомые спрашивают чего ты работаешь то есть ну тебе можно не работать и дохода хватает на что я говорю я абсолютно искренне я работаю лишь потому что мне нравится это делать ну то есть сам себе хозяин выполняешь работы получаешь за это причитающийся сумму все довольны то есть вполне конечно можно можно поехать куда-то там на пляж и лежать на пляж но это не меняет абсолютно ничего то есть жизнь она течет все равно независимо находишься под пальмой или находишься там в шахте копаешь уголь все определяется лишь тем твоим отношением то есть как ты к этому относишься если тебе если ты ненавидишь свою работу например ненавидишь копать уголь говоришь это там невозможно такое делать там тяжелейшая работа и прочее то соответственно твоя жизнь будет кошмарно ты не и не потому что там уголь а потому что человек себя так вот настраивает что его жизнь кошмарно но он должен это делать вот себе объясняет вот точно так же как кто-то может объяснять что ой как тяжело лежать под пальмой и работы нет и вот так и так ужасно то есть все определяется самим человеком всегда ну суть это видео не об этом не о том не о работе или без работы вот это видео решил записать об о том что поставил на украине то что называется поставил крест точнее если быть точным уже то крест такой ставил уже несколько раз до этого но вот один из приятелей говорит ну давай андрей счет вот вот обратимся вот 5 к этому человеку а вот еще к этому а вот еще попытаться вот вот этот вот этого человека типа вот вот может быть этот человек хотя бы поразмыслить своей головой вот и в очередной раз конечно получается что никому это ничего не нужно вот суть в том точнее так сказать беда в том что я говорю откровенно как это есть что с детских с детского с детских лет как-то вот такие переживания за как за любого человека в этом мире то есть когда встречая человека то его чувствуешь как самого себя ну не знаю как это объяснить но вот так вот вот и в свое время еще когда я учился военном училище то по фотографии то есть можно сказать о характере человека то есть практически ну все и помню приятели пять лет учились в казарме прожили приносили фотографии всех там своих знакомых друзей и родителей некоторые даже приносили фотографии такие вот желтые старые там бабушки дедушки нет вот ты вот расскажи я рассказывал еще так что в возрасте который легко проверить то есть вот по фотографии сколько сколько лет на фотографии человек единственное что если фотография свежая относительно да то плюс минус один год а если фотография вот такая вот у желтая старенькая лет 50 которые уже то плюс ну то есть это порядка тут контакт 3-4 года то есть то есть как сказать по разница вот потом когда когда я женился жена и тут не занимайся оставь это дело ну я оставил действительно то есть не заниматься но я о том что вот буквально каждого человека чувствую как самого себя и поэтому вот когда был майдан последний 13-14 годы как раз я приехал уже записывал много видео по этому поводу то есть так все произошло что как раз вернулся с аудовской аравии с работы там ну вот и приехал в киев майдан я стоял на майдане вот как это вот сейчас пиво допиваю а там были такие пластмассовые стаканчики разливали чай кофе кому ну я чай холодно было грел руки и рассказывал людям все что происходит все что будет происходить потому что все открыто вот и там же людям я рассказывал о том что было абсолютно непопулярно я говорил людям о том что их используют то есть просто их поиспользуют и потом выбросят как как ненужных вот и недавно вот как раз смотрел видео от одного из участников майдана такого вот вот такого вот активного он там партии удар был такой вот вот мы тут всех переможем он такой по-русски говорит вот и он сейчас признается я сейчас стал понимать что нас действительно самым наглым образом использовали вот но в то время когда людям говорил воспринимали все враг народа такое говоришь на нам говорят прыгать значит мы должны прыгать кто он и скачет ой москаль вот все массовая такая вот была истерия вот при этом объясняли люди себе что они якобы скачут что там якобы холодно вот хотя им людям говорил что если холодно человеку но есть бочки ну дрова есть доступные очень много дров вокруг там привозили машинами положите дрова в бочку разогрейте и грейте себе ну дело том что как использовали людей что для того чтобы их использовать для того нужно чтобы он не думал для того чтобы он не думал его нужно чем-то задействовать то есть когда человек прыгает или совершает какие-то действия там приседает или там отжимается там чего угодно то в этот самый момент человек не может думать физически ну попробуйте сами вот попробуйте там поприседать или попробуйте прыгать и о чем-то думать там какую-то задачу по математике решать ну не получится никак то есть какие-то вот куски у себя можете заставлять но решить задачку не получится вам нужно остановиться и нужно настроиться на решение данной задачи вот поэтому чтобы люди не думали вот такие вот мульки делали вот это обычный самый обычный психоз ничего другого вот так вот то есть это все известно ну как сказать для этого не нужно какие-то там быть каким-то там не знаю сверхъестественным все видно мне говорили что их используют используют и все и в своих целях в своих самых корыстных целях произошло дальше я говорю людям что о расстрелах что будут расстрелы которые я видел своими глазами люди невозможно так же это же ну как что такое говоришь но пока не произошли эти расстрелы произошли все стало возможно далее говорил людям записал видео в четырнадцатом году в котором говорил что будет полномасштабное отторжение российских войск на территории Украины говорил нет 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 это невозможно ну произошло более того был сначала захват Крыма вот мне говорили ну вот уже захватили вот уже россияне вот оно прошло уже я говорю нет не прошло еще все будет потому что это не сон это то что я видел своими глазами вот далее 24 февраля 22 года полномасштабное отторжение стало реальностью вот после этого я так же ну в четырнадцатом году уже записал видео рассказываю то что видел своими глазами про БМП которая на Хрещатике будет стоять в полуразрушенном Хрещатике ты мне тоже знакомый я говорю так вон там уже технику протянули на Хрещатик там ржавую подбитую я говорю нет это не то будет так как вот видел своими глазами я описал это все вот картина вот то есть это просто в разрезе времени можно смотреть как вперед так и назад это не является никакой сложностью это как вот мы находимся в этом эфире так называемом или там назовите как угодно но это не пустота и все события которые происходили происходят и будут происходить они записываются в него ну как вот ну не знаю там возьмите какую-то там флешку памяти вот вы записываете вот это и там все находится только с этой флешкой которая во вселенной ничего не стирается все находится сохраняется миллионы лет и все это можно воспроизвести безо всяких сложностей это все нужно просто настроиться на данное событие в данном месте все вы там очутитесь и все и вы очутитесь и будете видеть то что происходило в данный момент или то что происходит сейчас в каком-то месте в данный момент там с любым человеком вот но это ничего не дает то есть кроме любознательности вот развлекалки людям это ничего не дает это не нужно вот точно так же как началась эта курская операция захват курска все все тут ура мы победы перемогли мы перемогли все все ура в экстазе я говорил что это одна из самых больших ошибок и единственный путь на сегодняшний день это как можно быстрее выходить оттуда потому что самый сложный будет выход при этом большие потери вот ну да нет 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 у нас как это наше дело правое вот мы им покажем ну хорошо показывать точно так же как через неделю после полномасштабного вторжения то есть 1 марта 22 года записал видео в котором сказал что готов помочь чтобы все миром решить чтобы не было этих сотен тысяч погибших инвалидов на всю жизнь оставшихся которые никому не нужны эти инвалиды от них будут всегда избавляться они будут вот этим ярмом потому что проблема будет только их проблема все поэтому предложил помочь при этом условии у меня было одно чтобы во мне никто не знал мне не нужна никакая слава абсолютно ну 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 что просто чтобы люди чтобы эти бараны не бились не погибали один с другим просто чтобы был мир и пусть себе все мирно живут предложил причем на тот момент гарантия того что так произойдет вот именно так сказал что если так не произойдет то готов чтобы меня расстреляли ну ну кто еще как сказать в состоянии предложить свою жизнь как гарантия того что данное событие произойдет кто скажет ну там есть сумасшедшие которые якобы вот такое подобное предлагают ну так хорошо пожалуйста кто же мешает если есть такие сумасшедшие пожалуйста пусть делают не получается расстреливают какие сложности ну если хотя бы у одного из миллиона получится ну так я будучи президентом первый стану перед ним на колени поблагодарю его за это ну потому что он сохранил сотни тысяч а далее будет и миллионы жизней но это глаз вопиющего в пустыне потому что люди те которые так сказать вот в креслах при при владе по украински называется они не могут этого понять так же как не могли понять те люди которые на майдане были что их используют так же как не могли понять и вот по тем расстрелом которые будут так же и не могли понять по полном штабном уторжении потому что для того чтобы попытаться понять для этого нужно пытаться пытаться задумываться пытаться размышлять пытаться анализировать пытаться заниматься своим взрослением пытаться посмотреть на вещи с другой точки зрения там чьи это точки зрения то есть не только со своей вот я так вижу вот оно так вот должно быть вот поэтому а это буквально единицы такое могут делать как бы это ни звучало вот и поэтому я уже несколько раз уже ставил крест на украине поставил крест все забыли вот приятель говорит ну давай еще давай от обратимся к этому вот вот а ну никак потому что эго эго преварирует над человеком как правило вот поэтому вот это я сейчас все все хватит не интересует уже что там происходит хоть пусть там все друг друга перебьют как говорится немало ума вот так вот оно и будет вот можно это все сделать я говорил никакой проблемы нет абсолютно вот и все это решается и везде находятся люди и в любой стране и в Украине и в России и в Америке и в Германии и везде причем самые обычные люди не какие-то там с короны на голове самые обычные самые вот которые жизненные потребности выпить пиво сходить в туалет и так далее вот и поэтому точно так же решаются все вопросы так же как и в начале 90-х ваш покорный слуга решал все вопросы не платя ни копейки ни какой крыши вот хотя бизнес был настолько успешным что покойная уже королева Елизавета прислала личное приглашение по своей подписью приглашая посетить Великобританию и принять участие в бизнес-менеджмент косы там месячные сколько я помню 4 недели был который успешно закончил вот так что вот такая вот история то есть это не является какой-то проблемой но это аналогичное было две тысячи лет назад когда человек говорил людям говорил 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 а оно как даже даже вот ближайшие ученики его не 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 мы не с ним мы не с ним вот и уже прибили его несчастного и там ходят все ох 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 плачет что ж такое нам так его жалко но что он говорит не плачь обо мне плачь о своих сыновях которые погибнут в больших количествах ну все так оно произошло так что вот такая вот история вот ну все все известно в этом мире и самый главный вопрос для человека не просто для человечества нет не нужно ассоциировать вот человечество глобально всегда вопрос стоит о конкретном человеке конкретно вот 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 иванов петров сидоров там какой-то там сидоренко и так далее ну вот потому что это именно касается данного человека боль именно относится к данному человеку боль не относится там к нации народности и так далее это это все это все сказки болит конкретному человеку когда отрывают там конечности то открывают конечности у конкретного человека и вот и вот у него у него проявляется эта боль вот поэтому все зависит все определяется или конкретным человеком вот хорошо какие вопросы задавайте с вами всегда Андрей Рыбин всего доброго до свидания с Богом о